Добрый день, уважаемые коллеги. Я планировал в начале своего сообщения поприветствовать всех участников, что с удовольствием я и делаю от лица территориального фонда обязательного страхования Санкт-Петербурга. И планировал выразить надежду на конструктивную дискуссию в рамках форума. Но я уже вижу, что эта дискуссия действительно конструктивная и для меня неожиданная. Я честно признаюсь, что специалисты-онкологи вот так серьезно разбираются в вопросах организации здравоохранения и ставят действительно серьезные вопросы и предлагают решение этих проблем, которые описываются. Я боялся, я беспокоился, что мое выступление может прозвучать несколько резким, но я вижу, что коллеги профессионально на этих вопросах тоже, мы не сговариваясь, останавливаются. А сейчас позвольте перейти непосредственно к докладу. Уважаемые коллеги, сегодня в рамках совещания заявлен доклад главного онколога города, и поэтому я не буду останавливаться подробно на сети онкологических учреждений, представленных на слайде. Я упомяну лишь, что 53 медицинских организации сейчас оказывают медицинскую помощь застрахованным в Санкт-Петербурге, но заявилось, это весьма важно подчеркнуть, заявилось на оказание этого вида помощи системам МС 68 организаций, то есть 15 не получили объемы, и часть из них довольствуется оказанием онкологической помощи иногородним больным или, правильно говорить, застрахованным на иных территориях. И первый вывод, который я хотел бы сформулировать, он будет подтвержден и последующими данными, которые я назову. В Санкт-Петербурге возможности по оказанию онкологической и медицинской помощи превышают потребность в этом виде помощи. Как и в целом по стране, финансирование системы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга и онкологической помощи резко возросло по сравнению с 2018 годом, по сравнению с 2018 годом. Рост составил более 29%, и, как вы видите, в прошлом году у нас было предусмотрено в территориальном программе практически 8 миллиардов 100 миллионов на оказание этого вида помощи. Это 8 с лишним процентов от расходов на целом на территориальную программу. То есть достаточный объем средств был предоставлен. При этом медицинские организации не вполне в Санкт-Петербурге были готовы к такому объему финансирования. И, как вы видите, по результатам года планы и задания не были полностью освоены. Вы видите, по застрахованной в Санкт-Петербурге объем освоенных средств составил менее 92%, а с учетом лечения наших застрахованных на иные территории менее 95%. Поэтому второй вывод, который можно было бы сформулировать, то, что потребность населения в Санкт-Петербурге в ресурсах на оказание онкологической помощи в 2019 году при том уровне клинических технологий потребность была полностью удовлетворена. Назову сквозь причины, на наш взгляд, не выполнение плановых заданий, не досвоение этих средств. На наш взгляд, одной из причин является позднее тарифообразование, дефекты в тарифной политике, когда были сформированы тарифы на оказание медицинской помощи в виде лучевой терапии в условиях дневного стационара. Существовали тарифы и существуют тарифы в Санкт-Петербурге на оказание этого вида помощи в амбулаторных условиях, и порядка 250 миллионов было оказано именно в амбулаторных условиях лучевой терапии, а эти средства, как вы знаете, не засчитывались в выполнении финансирования по онкологии. Второй важной причиной – это, конечно, поздний переход медицинских организаций на лечение более тяжелыми схемами. Эти слайды в целом по стране ежемесячно демонстрировал Федеральный фонд. В Санкт-Петербурге, как вы видите, первым-третьим уровнями схем лечения в январе эти уровни составляли, больные, получавшие эти уровни, составлялось порядка 75%, в то время как 9-10 уровни схем химиотерапии получали менее 2%. Эти проценты, эти доли к декабрю 2019 года изменились, и вы видите, что менее 40% уже получали дешевые уровни схем, и практически четвертая часть пациентов получала уже тяжелые и дорогостоящие схемы лечения. Как следует полагать, более эффективные, как нам упоминалось все время на совещание от Федерального фонда. Что же в 2020 году? В 2020 году идет резкий рост по-прежнему финансирования онкологической помощи по сравнению даже с 2019 годом. Вы видите, для Санкт-Петербурга это практически рост на 39%, и в целом в расходах на территориальную программу эта доля возросла с 8% до 10,5%. При этом я хотел бы обратить ваше внимание, что рост уже сейчас происходит фактически за счет отсутствия такого же роста по другим видам помощи или снижения темпов роста. Посмотрите, пожалуйста, в целом территориальная программа, расходы на нее в 2020 году по отношению к 2019 возросли на 7%. А онкология, как я уже говорил, на 38%, если в стационарную взять в стационарных условиях 48% ровно, а в дневных стационарах почти 24%. Посмотрите, для примера я представил несколько других видов помощи. Та же ЭКО, которая вошла в программу демография. Рост практически такой же, как и в целом терпрограммы 7,8%. Возьмите скорую медицинскую помощь, которая, как справедливо утверждает коллеги, специалисты, организаторы скорой медицинской помощи, это фактор национальной безопасности, полпроцента растет. То есть у нас онкология, диспансеризация сейчас при нынешнем уровне налогообложения, а поверьте, правительство страны и Минфин принимает все усилия, насколько это возможно, на увлечение финансирования здравоохранения, на увлечение финансирования ОМС. Так вот, рост здесь заметно меньше, чем в онкологии или диспансеризации. Как же выполняются эти объемы? Вы знаете, уважаемые коллеги, уже и первый квартал показал, что прогнозы наши по 2020 году – это резкое перевыполнение плановых заданий. То есть кардинально иная картина, чем в 2019 году. По пяти месяцам мы видим и прогнозируем, что перевыполнена будет территориальная программа по онкологии почти на 13%. То есть нам будет не хватать, если такими же темпами будет оказываться онкологическая помощь, нам будет не хватать около полутора миллиардов рублей. При этом у нас уже сейчас имеются обращения медицинских организаций на увеличение плановых заданий на сумму практически 3,5 миллиарда. При этом рост и этот прогноз перевыполнения обеспечится прежде всего за счет противопухолевого лечения, химиотерапевтического лечения. В Санкт-Петербурге расходы на химиотерапию, в том числе в сочетании с лучевой терапией, составляют 69%. Вы помните, Федеральный фонд, обязательный министр соцентракования в прошлом году говорил о том, что целевой индикатор это даже 75%. У нас сильно развита хирургия, психологичная медицинская помощь у нас поменьше, но тем не менее 69% это именно химиотерапевтическое лечение. Какой вывод можно будет сделать, глядя на вот такой прогноз и сравнивая его с фактом 2019 года? А вывод один. Переход на другие клинические технологии и другой уровень потребности населения в этом виде помощи это чрезвычайно лоббильный процесс. И давайте попытаемся оценить, уважаемые коллеги, мы говорили с вами об этом в прошлый раз, а где же вершина, причем она не последняя вершина, сколько нам денег потребуется на оказание онкологической медицинской помощи, если мы будем развивать только специализированную медицинскую помощь, как уже правильно было сказано, не развивая или не удаляя должное внимание, тоже диспансеризация и так далее. Ну мы можем воспользоваться, наверное, данными по таким странам, как Япония, США. Вот США по данным аналитических информационно-аналитических организаций на одного жителя, как вы прекрасно знаете, еще в 2014 году тратилось 100 американских долларов на одного жителя. При этом по данным тех же организаций темпы роста расходов на противоопухолечение составляют до 10,5% в год. То есть можно представить, что это уже величина больше. Но если мы возьмем даже 100 долларов для Санкт-Петербурга на одного жителя, то у нас получается необходимо иметь сегодня в территориальной программе 40 с лишним миллиардов рублей. А сегодня выделено 11 200, как вы видите на этом слайде, с небольшим. 40 с лишним миллиардов – это 37 с лишним процентов от всей территориальной программы, уважаемые коллеги. Мы должны понимать, что раз мы уже и так увеличиваем, я имею в виду страна в целом, я не имею в виду УМС Санкт-Петербурга, у нас цифры ровно такие же, как в базовой программе обязательного медицинского страхования с учетом коэффициента дифференциации, который подписывает нам соответствующее постановление правительства России. Мы уже видим, что мы обеспечиваем рост за счет других видов помощи. Вот дальнейший рост, фактически, он может при нынешнем системе налогообложения недостижим. Нам пора избавиться от детских болезней левизны и, наверное, либо, уважаемые коллеги, обращаясь в Центр принятие стратегических решений. Мы должны просить увлечения финансирования не только на онкологию, но и всем и просить, а в целом на медицинскую помощь. Но это серьезное увеличение, как говорят аналитики, в том числе и медицинской палаты, Ленин Михайлович Рашаля и другие специалисты. Либо мы должны действительно развивать профилактическую направленность, диспансеризацию, как уже правильно сейчас звучало, а в клинических рекомендациях учитывать наши имеющиеся объемы финансирования. С тем, чтобы не было ножниц, когда предписывается специалистам лечить соответствующими химиотерапическими тяжелыми препаратами, дорогостоящими. Тогда, когда мы не в состоянии с вами, я сейчас не говорю про терфонд УМС, я говорю сейчас больше как профессор Кафельр организации здравоохранения, у нас будет недостаточно средств. Мы столкнемся с вами с тем, что к концу года, уже этого года, как мы предупреждали в прошлом году, мы либо вынуждены будем предлагать пациентам переходить на другие схемы, и вы, как специалисты, можете оценить, насколько это возможно. Мне трудно делать эти выводы. Либо опять возникнет ситуация с жалобами пациентов на взимание средств. Уважаемые коллеги, хотел два слова еще сказать о сопутствующих видах помощи, которые не входят в расходы на оказание онкологической медицинской помощи, а мониторируются отдельно. В Санкт-Петербурге мы увеличили по сравнению с 2019 года плановые задания на компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию. Понятно, что эти виды диагностических услуг используются не только для выявления и уточнения стадии онкологических заболеваний, но и при ряде других заболеваний, но тем не менее при планировании этого вида помощи мы прежде всего рассматривали онкологию, и все организации, заявившие эти виды диагностики для выявления онкологической патологии, мы выделяли плановое задание, исходя из заявки. Вот пошли на такой революционный шаг. Пока мы видим, что он оправдан, посмотрим, как в дальнейшем ситуация с исполнением плановых заданий по этому виду помощи будет развиваться. Кроме того, как вы знаете, правительство Российской Федерации в своем постановлении выделило ряд видов помощи помимо компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Это эндоскопия, это молекулярно-генетические исследования и стадологические исследования. Возможно, в дискуссии вы посчитаете корректным упомянуть о как в ваших регионах исполняются эти виды исследований. Скажу лишь, что у нас в городе на крайне низком уровне выполнения молекулярно-генетических исследований и гистологических менее 1% на сегодня выполнения, хотя 5 месяцев, как вы понимаете, это 41,7% должно быть. По гистологии мы можем предположить, что это связано с тем, что большой объем этих исследований выполняется в патологоэнтомических отделениях, финансированных за счет средств бюджета. Но вот интересно было бы по молекулярно-генетическим в том числе. Может быть, те цифры, которые попали в базовую программу, не вполне верны, может быть, они завышены. И тогда есть смысл на следующий год, устанавливая финансовые нормативы, нормативы объема Минздрава при подготовке проекта «Посновное строительство» в честь вашей профессиональной рекомендации. Уважаемые коллеги, вот уже сегодня поднимались вопросы целесообразности функционирования ЦАОПов. Посмотрите, в Санкт-Петербурге в прошлом году было сформировано 8 ЦАОПов. Фактически работает полтора из них. Вот нули я еще могу предположить, что ну не занимается коллеги еще по тем или иным причинам пять месяцев, но из них три это кондитные, не занимаются физическим лечением. Но по сути работает только один, который создан на базе крупной больницы, являющейся таким онкологическим центром. Все остальные не функционируют. И я не ожидал, как я уже это подчеркивал, на наш взгляд тоже нужно очень крепко подумать о целесообразности формирования химиотерапевтических отделений в этих амбулаторных ЦАОПов. Либо эти ЦАОПы нужно формировать на базе крупных онкологических центров, и они должны, эти онкологические центры, просто иметь какую-то разную удаленную сеть, если это необходимо, с ротацией специалистов, чтобы мы не имели проблем, чтобы взяли вчерашнего подготовленного специалиста, трех-четырехмесячной подготовки по химиотерапии. Я даже далекий от проблем химиотерапии, вот я имею в виду специальных проблем человек, скажу, что это большое-большое искусство. И приветствую, конечно, доклад коллег Анны Шахзатовой по необходимости отслеживать, а сколько у нас сформировано ЦАОПов до конца года, выполняем ли мы планы. Да, мы вот как чиновники вынуждены именно так, и Минздрав именно так отслеживает с федеральным фондом. Сколько запланировано и сколько сделано. Коллеги, если вы действительно обсуждаете, мы обсуждаем целесообразность формирования ЦАОПов, это уже нужно делать сейчас, с тем, чтобы не получилось, что мы сформировали эти ЦАОПы, а по сути они будут недозагружены, либо дублировать те функции, которые уже сегодня, по крайней мере в мегаполисах, выполняют наши крупные онкологические центры, как городские, так и федеральные. Уважаемые коллеги, в порядке дискуссии два слова буквально о телемедицинских технологиях. Я согласен с тезисом о том, что нужно более широко использовать телемедицинские технологии, в том числе по формату пациент-врач. И в среднесрочной перспективе наверняка этот формат общения изменится. Но есть ряд деталей, которые, как мы с вами понимаем, кроется черт. Ну, во-первых, можно было бы просто сказать, что законодательство по телемедицинскому консультированию пациент-врач несовершенно. Но это несовершенство не просто недоработка законодателей, а это несовершенство обусловлено в том числе такими факторами, как заявительный характер включения медицинских организаций в систему МС и системы лицензирования в нашей стране с низкими административными барьерами. К чему это приводит? Сегодня, как только будут открыты шлюзы для телемедицинского консультирования системы МС пациент-врач, при вот этих двух факторах и судебной практике, которая сложилась на сегодняшний день, что вся медицинская помощь серплана должна быть оплачена. Мы должны понимать, что расходы на оказание телемедицинских технологий не только по онкологии, а по всем видам помощи, по всем профилям резко возрастут. Мы же не можем сформировать правила отдельные для телемедицинских технологий по профилю онкологии и пренебречь этими телемедицинскими консультированиями по другим видам помощи. Поэтому мы предлагаем, чтобы по-прежнему телемедицинские технологии консультирования, с тем, чтобы это доводили средства только до научно-медицинских исследовательских центров, осуществлялся средств бюджета. Перевод его в систему МС неотвратимо повлечет размывание этих средств между всеми медицинскими организациями различных форм собственности, поскольку в МС главный тезис равенства медицинских организаций, независимо от мощности и ведомственной принадлежности. И в завершение, как мы с вами понимаем, сегодня в докладах это звучало и в прекрасном докладе центра Блохина, в основе любой грамотной организации лежит маршрутизация. Вот просьба при подготовке порядка обратить на это внимание, потому что сегодня законодательная база под маршрутизацией в целом, не только по онкологии, по всем видам помощи, она крайне слабая, недостаточная, по крайней мере, для судебной практики. Медицинские организации, в том числе по КТ, МРТ, принимающие пациентов не в связи с маршрутизацией, открывая ТКТ-центры в бизнес-центрах, торговых центрах, зазывая больных по сути за руку, а пациенты несложно им получить направление из собственных поликлиник на эти исследования. Сегодня мы видим, что суды не берут во внимание. В соответствии с маршрутизацией производилось любое консультирование или выполнение диагностических исследований у больных или без соблюдения этой маршрутизации. Спасибо, коллеги, за внимание.